Сегодня мы с вами сделаем пророка Цифанию Бизрата Шем. Урок посвящается Рихво Шлему Али Аслаха Бихонимши, Раиса Батсония, Владимир Бенхеня, Ада Саббатахува, Вихоль Исраэль. И этот пророк написан более сложным языком, он один из более поздних пророков, вот из 12-ти мы знаем, что последние три, они, конечно, были во время второго храма, Хагай, Сахария, Малахи, мы их уже всех трех переводили в этой серии уроков. А вот Цифания, он последний из предыдущих девяти. И по времени, действительно, судя по всему, он единственный, у которого сказано, что он пророчит во время Йошияху, то есть царя, одного из самых последних царей Игуды. После него уже правили его сыновья и один из внуков в разном порядке. Сначала два из сыновей правили, потом внук, а потом снова сын. Такой был порядок последних царей, и они правили очень недолго все. То есть там через 20 с чем-то лет уже евреи ушли в изгнание. Поэтому фактически это был уже самый конец, это последняя надежда была. Йошиях уже сделал большую тшуву в определенном возрасте. Но здесь Цифания ничего про это не говорит. Видимо, скорее всего, пророчества были еще когда, до того, как Йошиях сделал тшуву, или в основном случае его тшува еще не полностью повлияла на народ. Он в основном критикует народ. И в чем-то немножко похож, на мой взгляд, у меня лично ассоциация немножко с Йоэлем. Но мы сейчас увидим. Во всяком случае, он ни на кого конкретно не похож. Хазать считаю, что он был учителем Йормияху. Он был почти параллельен Йормияху. Фактически он был в тот же период времени. Но Йормияху, конечно, один из пророков, которого очень много у нас сохранилось. Звук правочиста Цифания. Всего три главы. Я попробую их сделать за один урок. Итак. Значит, здесь написана генеалогия, да, родословная этого пророка. И получается, что мы потом у какого-то Хиския, Ибнезра, и многие комментаторы считают, что Хиския – это здесь Хискияху, царь Ягуды. Просто между ним и Йошияху прошло меньше поколений. После Хискияху был Минаше, потом Амон, потом Йошияху. А вот между ним и Цифания прошло больше немножко поколений. Куши, Гедалия, Амария. И потом, да, Амария, получается, был один из сыновей Хискияху, да, внук Гедалия, правнук Куши и праправнук Цифания. Итак, было это все во время Йошияху, который сын Амона, царь Ягуды. Да, известный царь, который сделал великую чугу, да, его отец и дедушка были оба злодеями. А вот прадедушка был великий праведник Хискияху. И вот Йошияху сделал чугу, но, как я сказал, в этом пророке ничего про это не сказано. Он единственный пророк, который говорит, что он пророчествовал в этот период времени. Это не значит, что не было других пророков, разумеется, они были. И, как я сказал, Ермияху в это же время пророчествовал. Но я имею в виду из малых пророков, те, кто упоминают вообще, при каком царе они пророчествовали, некоторые не упоминают, теоретически Иоанн мог быть и в это время. И кто-то из других пророков, которые не говорят, когда они были, Авадия, например. Но, по крайней мере, вот из тех пророков, которые упоминали, когда они были, он, получается, самый последний из тех, кто были при первом храме, как я уже сказал. Мы говорим только про малых пророков. А еще было много пророков, которые вообще нам неизвестны, чьи пророчества не сохранились, как сам Талмуд говорит. Но я сейчас говорю про малых пророков конкретно, значит, каждый из них упоминал вначале, кто он, как правило, и некоторые упоминали, при каких царях они были. Вот он единственный, кто упоминает царя Йошияху. Здесь немножко проще, что против не только евреев, но и против других наций. Наказание другим нациям. Вот здесь начало такое, очень грустное сразу. Соберется, истреблю, истребится, видимо. Асов здесь, в смысле, будет уничтожено. Уничтожу все с лица земли, говорит Всевышний. Все истреблю. Асэф Адаму, Бегейма, человека и животных. Асэф Офа, Шамай, Мадыгей Гайям, птицу небесную и рыбу морскую. На самом деле, вскоре, действительно, земля Израиля практически полностью была опустошена, если речь идет о земле Израиля в этих пророчествах сейчас. И то, что приводит в заблуждение злодеев. Отрежу человека с земли. Ниум Гашем, так говорит Всевышний. Я простру свою руку на Игуду и на всех жителей Иерусалима, истреблю из места этого остатки Бааля и имя жрецов со священниками. Тех, кто кланяется на крышах всему звездному царству, то есть поклонники. Тех, кто кланяется Всевышнего и при этом клянутся своим царем. Может быть, имеется в виду, что они, как и в свое время Ильяху это назвал, «посхим», да, прыгают на Альштейсцефим, да, что и туда, и сюда, и Баалю поклоняются Всевышнему, и Всевышний их накажет. А молка, может быть, даже кинут на их царя, в кавычках, мелых, это как молых, знаете, мелком, или какой-то из идолов, возможно. А может быть, имеется в виду мамыш царь. И те, кто отворачивается от Всевышнего, которые не ищут Всевышнего и не молятся Всевышнему, не ищут его, не вопрошают его. Молчите перед Всевышним, потому что близок день Всевышнего, что Всевышний приготовил зевах, да, жертву, да, слов, резню, назначил тех, кого позвать. И вот в день этой резни я навещу, так сказать, да, накажу тех, кто... этих царим, да, этих князей, виарбны амелахи, сыновей царя, и... виарколя ловшим молбуш нахри, и тех, кто одевается в чужую одежду, на одежду неназемцев. Да, некоторые, вот, рамбамны, происпользуют это выражение в том смысле, чтобы не носить одежду идолопоклонников, хотя здесь, видимо, имеется в виду в более узком смысле, что именно, вот, одежда, как-то связывающая с идолопоклонством, наверное. Уфакати альколь хадулег аля мифтан байом аху, и я в этот день навещу, так сказать, наказание на тех, кто перепрыгивает через порог. Это, видимо, тоже было связано как-то с идолопоклонством, да, в каком-то храме допоклонческом. Вя милмлаим бейт адонеем хамасу мирмай. Те, кто наполняют дом своего господина злодеянием и обманом. Вя гая ваём ахуни умашем кольца ака, ми шар гадагим, вей лала мин гамишне. Будь в тот день громкий крик из ворот, называется шар гадагим, это одни из ворот, которые были в Иерусалиме, и крики, плач будет из мин амишне, из, видимо, вторых каких-то ворот, или из какого-то конкретного места. Вишевр гадоль ми хагваот, и большое разрушение холмов. Хелилу Йошвейха Махтеш, кричите же вазапите жители Махтеша, это тоже место, ки нидма коль ам кнаан, потому что истреблён весь народ кнаана, или народ торговцев, не хриту коль на тилей хасы. Отрезны все, кто брали серебро. Вегая баэт хахи, ахафес, эт гайрушалаем ба нейрод. В этот день я буду искать в Иерусалиме со свечами. Шимарим — это когда на вино внизу остаются осадки какие-то. Они как будто застыли, легко так живут, видимо, богатые, как вино на своих шмарим. Такое же выражение используют Ермияху по отношению к Муаву. Идея, видимо, что те, кто легко, так сказать, их ничего не трогает. Обычно, когда вино начинают двигать, то начинают осадки смешиваться с вином. А так, когда осадки осели и не двигаются, это значит, что никто не трогает. Люди, которых никто не трогает и которые живут себе спокойно. Которые говорят в сердце, что Всевышний делает ни хорошее, ни плохое. Нет хашгахи в этом мире, от Всевышнего ничего не зависит, он этот мир бросил. Так, видимо, рассуждали. Их сила, их богатство станет добычей, будет уничтожено, видимо. Убатэгем лишь мама, их дома станут пустынными. Убану батим вело ешева, они будут строить дома, они не смогут там жить. Винату крамим вело ештует ей нам. Будут сажать виноградники, но не будут пить вино. Коровьем хашем агадоль, коровьем агэр меот. Великий день перед Всевышним очень скоро, очень быстро будет. Коль йом хашем мар цореах шам гибор. Видимо, голос будет в День Всевышнего, то есть крики будут, и даже сильные люди будут сильно кричать. Йом эвра ха йом хаху, это будет День Наказания, это День. Йом цара у Митсука, День Бедствия и Несчастья, Йом шоа у Мишоа, День Разрушения и Разорения, Йом хошах в Арафелла, День Темноты и Мглы, это все синонимы, по два на каждое. Йом анан в Арафел, День Облаков и Тьмы. Йом шофару Труа, День Шофара и Трубления, Аль-Хе-Арим, Хаби-Цурот, На Города Защищенный, Вя-Ля-Пен-От-Хак-Бо-Год, и на углы, углы, видимо, башен высокие. Ва-Га-Цироти ла-Адам, Ви-Хал-Хука и В-Рим. И я принесу несчастье человеку, они будут ходить как слепые. Кила-Шем хату, потому что грешели перед Всевышним, Вишу-Фах-Дамам ке-Афар, У-Лихумам кагилалим. И будет их кровь разлита как прах, и плоть их как помет. Гам-Кас-Пам, Гам-Загавам ло-Юх-Халь, Ле-Цилам, ни золото, ни серебро их не спасет. Бьем-Эврат Ха-Шем в день ярости Всевышнего, увешки на то, как огонь воспылает его ревность. Те-Ах-Эль коль А-Ареси пожрет всю землю. Ких-Ала-Ах-Нив-Хала-Я-Се-Эт-Коль-Йошвей-Ха-Ареси. Что уничтожено в истреблении, и путаница Мив-Хала будет совершено над всеми жителями земли. Вторая глава. Ит-Коши-Шу-Ва-Кошу. Есть два основных объяснения этих слов. Одно из известных объяснений, вы, может быть, слышали, что упрекать других, когда самого себя сначала исправил. То есть, в каком-то смысле, связано тогда с упреком. Раскаиваетесь и раскайтесь. Или что-то собирайтесь, от слова собираться. Хагой лонихсав. Народ, который бесстыдный. До того, как родился приговор, как Мякина промчится день, прошел день, до того, как пришел гнев Всевышнего, то же самое. Дважды одни и те же слова повторяются. До того, как придет на вас пламя гнева Всевышнего. Бакшу-Эт-Хашем, коль ан-вей-Арес, Харес, да, ищите Всевышнего, все скромные люди Земли, Ашер-Миш-Па-То-Па-Лу, которые делали его Миш-Пат, да, соблюдали его закон. То есть, те люди скромные, которые следовали закону Всевышнего, ищите его. Бакшу-Цедек, ищите праведность, Бакшу-Анава, ищите скромность. Улай-Ти-Сат-Ру-Би-Ём-Аф-Хашем. Может, вам удастся спрятаться тогда в день гнева Всевышнего. Ки-Аза-Азува-Ти-Е, да, теперь опять игра слов. Многие из пророков постоянно используют каламбуры. Аза, да, это Газа, будет покинута. Ви Ашкелон лишь Мама, Ашкелон станет пустошью, Аждот бацагараем Егаршуа, Ви Экрон Теакер. Аждот даже днем будет выгнан, А, Экрон, от слова, да, Теакера, Экрон, да, опять игра слов. Экрон будет вырван, искоренен. Хаза, кстати, говорит об этом стихе, и это немножко похоже на то, что Захария тоже прочитывает в конце Захарии. Да, Хаза, кстати, Мигила, вот скоро как раз Дафьоми будет об этом говорить, обсуждает это. Разные места, где фельстимляне жили. Хой, Йошвей, Хевель, Хайям, Гой, Крейтим. Ой, тем, кто живет в полосе морской, народу Крейтим. Может, имеется в виду Крит или Кипр. Двар, Хашем, Алейхем, Кнаан, Эрит, Плештим, Вя, Ватих, Ме, Эн, Йошев. На вас слово Всевышнего. Кнаан, земля фельстимлян. Кнаан, вообще земля была сначала Кнаана, но позже фельстимляне завоевали Кнаан с левой стороны, с западной стороны. И вот там было много еще времени, господствовали фельстимляне, как мы знаем, Астанаха. Истреблю тебя, не будет жителей у тебя. Вя, Ватих, Ме, Эн, Йошев. Ви, Хайта, Хевель, Хайям, Нот, Кирот. И тогда вот эта полоса Приморская будет местом пастбищ. Кирот, Раим, Ви, Гидрот, Сон. Там животных будут пасти, стоят пастухи, загоны для скота устроят. Ви, Гая, Хевель, Ли, Шейрит, Бейт, Йогуда, Алейхем, Йерун. То есть этот край будет уделом тогда остатку дома Йогуды и пасти будут они там скот. В домах Ашкелона по вечерам там будет скот лежать. Что Всевышний вспомнит их и возвратит их пленных, их изгнанников. Я слышал издевки, брань Муава и ругань детей Амона. Что они издевались, проклинали, наверное, бронили мой народ и в себе границы увеличили, видимо, за счет нашего народа, свои границы увеличивали. Поэтому, как жив я, ведь Всевышний Бог воинств, кемуавки сдомтия, Муав будет как сдом, убне Амонка Амора, да, дети Амона станут как Амора, Гамора. Ми мшак харуль у михре мелех, как шорох колючек и как соль какая, соленая копь. Ушмама Адоламы, вечная пустота. Шерит Ами Ивазум, Виетер Гой Инхалум. Остатки моего народа заберут у них, что осталось, Ивазум, да, заберут трофей, а остальное унаследуют. Или оставшись от моего народа унаследуют. Зотлахэм тахат геонам, это все из-за их гордости, кихэрфу в ягдилу аль ам гашэм цвакот, то, что они бронились, и они возвеличивали себя над народом боговоинств. Нора хашэм алейхэм, грозен Всевышний над ними, кираза эт элукей хаарес, потому что он истощил видимо идолов свои на этой земле, да, элукей хаарес, божества этой земли, в иштахавуло ишмим комо, коль и агуим. И будут ему кланяться все, скажет своего места, все острова народов. То есть, видимо, потом раскаются и будут кланяться Всевышнему, наверное. Гам-атэм кушим халэлей харби хэма. Также и вы, черные, да, кушим обычно имеется в виду эфиопы, тоже будете убиты моим мечом. Виет ядо альцафоны, Всевышний простенет свою руку на север, Виабед это шур, уничтожит Ассирию, Виасэм, эт нинвэ, лишь мама, нинвэ, город, да, ци столица Сирии сделает пустынной, ци яка мидбар, да, как пустыня. Позже, во время, как Иошеяху, да, завоюет Вавилония, на выходной царь завоюет Ассирию, да, в битве Каркамиша, да, выигрывает войну. И, соответственно, нинвэ не сразу была разрушена, но, во всяком случае, Сирия уже больше не будет главенствующей страной. Виравцу, бетуха, да, рим, опять же, там будут пасти скот, кольхэ, хайтой, гой, каждые звери всякого народа, гамкаат, гамкипод, это какие-то звери, которые поселяются обычно в пустынных развалинах. Нередко упоминают пророки, да, каат и кифон, ки кипод, да, может, кинь шакалы, кто знает точно, какие-то филины, может быть, летучий мышек. Бекавторея, Ялину, будут жить в, будут ночевать в ее местах. Может быть, это Кавторея, здесь это, может, какие-то пороги, колье, шорер, бахалон, голос их поет, так сказать, в окне, хорев, басав, разрушение на порогах, киараза, эра, ибо он разрушил даже его кедры, какие-то ее, да, эрес, да, скорее всего, имеется в виду дерево эрес, или имеется в виду из чего сделаны были дома. Зот, Хаир, Хаализа, это был город, да, имеется в виду Нинве когда-то, веселый, Шеветловетах, спокойно находились, да, у нее была столица, да, Берлин когда-то, они не думали, что им нужно, немцам беспокоиться о Берлине, они другие нации завоевывали, а потом Берлин стали бомбить, да, такие уверенные в своей Нинве, да, в столице, ничего не боялись, Хаумра, Беливава, Анива, Афсиод, да, она говорит в сердце, да, что я и больше никого не существует, мы самые главные, нет ничего кроме меня. Эй, Хайтали, Шама, как же она будет разрушена, развалена, Марбет, Слахая, будет, да, жилищем для животных, логовищем для зверей, КОЛЕ ВЕРАЛЕ, ИШРОК, ЯНИЯ, ЯДО, все, кто проходит, будут свистеть и махать рукой. Последняя глава. ХОЙМУРА, ВЕНИГАЛА, ХАИРХАЮНА, эта глава уже говорит про Иерусалим, как мы увидим, да, и заканчивается хорошо, обычно, большинство пророков старались закончить все-таки положительным чем-то, но начинается тоже с наказаний, да, прежде чем пророк сначала отвлекся на Нинве, и другие народы, филистимлян упомянуло, теперь возвращается назад к евреям, к нашему народу. Значит, ОЙМУРА, здесь есть разные мнения, от чего происходит, либо это связано как-то с грязью, загрязненный город, либо МОРЕ, как МОРЕ, это СОРЕРО МОРЕ, да, бунтующий город. ОЙ этому городу, который отвратителен, да, и восставший, оскверненный, погрязший, ХАИР ХАЙОНА, да, который был городом обманывающим. ЛО ШАМА БЕКОЛЬ, ЛО ЛАКХА МУСАР, не слушала голос, в смысле Всевышнего, не брала мусар, не принимала, да, этику, поучения. БАГАШЕМ ЛО БАТАХА, на Всевышнего она не полагалась, ЛО КЕХА ЛО КАРВЕЕВ, КАРИВА, и к Богу своему не приближалась. САРЕЯ БЕКИРБА АРАЙОТ ШОАГИМ, ее офицеры, ее сановники, подобны львам, речащим внутри, ШОФТЕА ЗЕВЕЕРЕФ, ее судьи, подобны вечерним волкам, ЛО ГАРМУ ЛА БОКЕР, на библейском языке, ГАРМ это кость, да, получается, ЛО ГАРМУ ЛА БОКЕР, это не оставляет даже костей до утра, все поедают, да, в смысле, что они жулики, эксплуатируют народы, как волк, который поедает все, включая кости до утра. НАВИЕА ПОХАЗИМ, ее пророки, да, в смысле, Иерусалимские пророки, были тоже лжепророками, были вероломны, пусты. ПОХАЗИМ обычно, ПОХАЗИМ, это кто-то так, кто действует быстро и необдуманно, АНШЕЙ БОКДОТ, да, и вероломно, да, предают. КОХАНЕА ХИЛЕЛУ КОДЭШ, ее священники, оскверняют святое, ХАМАСУ ТОРА. И ХАМАС делают, да, злодействуют над Торой. ХАШЕМ ЦАДИК БЕКИРБА, ЛОЯСЕ АВЛАНУ, Всевышний праведник внутри нее, он не сделает несправедливо. БАБОКЕР БАБОКЕР МИШПАТОЙИТ ЭНЛАОР, ЛОНАЕДАР ВИЛОЙИ ВАДИЮДЕА АВЛЬ БОШИТ. Он делает утром-утром, свой суд в свете явит, и не пропустит, не отсутствует. Но при этом все равно грешник не знает стыда. ХИХРАТИ ГОИМ НА ШАМУ ПИНОТАМ Я ИСТРЕБИЛ НАРОДЫ, ОПУСТОШИЛ УГЛЫ, опять используют, ПИНА, да, УГЛЫ, имеется в виду углы башен каких-то, наверное. ХИХРАВТИ ХУЦОТАМ Разрушил их площади МИБЛИ ОВЕР, чтобы никто не проходил там. А НИЦДУ АРЭГЕМ РАЗРЯНЫХ ГОРОДА МИБЛИ ИШ, чтобы никого там не было. МЕНЬ ЙОШЕМ Никто не находится там. А Марти, я сказал, АХТИ РИОТИ Ты только бойся. В смысле, видимо, намек здесь, что Всевышний, когда нас, для нас эту землю освободил от народов, да, от канонейских народов, и от нас требовало только слушаться Его. АХТИ РИОТИ Только бойся меня. ТИКХИ МУСАР БЕРИ МУСАР Да, учись ПЛЕМИ НАЗИДАНИЯ. ВИЛО ИКАРЕТ МЮОНА Чтобы не было истреблено его жилище. КОЛЬ АШЕР ПАКАТИ АЛЕ Все, что я и определил. АХЭН ХИШКИМУ ХИШКИТУ КОЛЬ АЛИЛОТАН Но, тем не менее, они встали и испортили все деяния свои. ЛАХЭН ХАКУЛИ Поэтому подождите меня. НИУМ ХАШЕМ ЛИЁМ КУМИ ЛАД Дня, когда я встану. Раша считает, что здесь ЛИАД в смысле свидетеля. Что Всевышний будет с нами нас свидетельствовать. А есть еще объяснение у МИЦУДАТ и у других, что это от слова добыча. В смысле, разорение народов. КИ МИШПАТИ ЛЕСОВ ГОИМ ЛИ КАПЦИМ АМЛАХОТ Потому что МОЙ СУД для народов, чтобы их собрать, ЦАРСТВО, чтобы излить на них ГНЕВ МОЙ. ЛИШПАХАЛЕГЕМ ЗААМИ КОЛЬ ХАРО НАПИ И всю мою ЯРОСТЬ. КИ БАЕШ КИ НАЦИ ТЕАХЕЛ КОЛЯАРЦ Потому что из моего ПЫЛА ГНЕВА ПОЖАНА БУТЬ ВСЯ СТРАНА, ВСЯ ЗЕМЛЯ. КИ АЗЕХПОХ ЭЛЬ ХААМИМ САФА БРУРА Вот это очень известный стих, что мы надеемся, что потом в результате народы после наказаний придут тоже ко Всевышнему. Все народы тоже примут только Всевышнего. Как говорил также Захария и подобные стихи. Многие из них в молитвы попали. Я перевернул народы, чтобы они все говорили чистым языком. И чтобы они все призывали имя Всевышнего. ЛИ КРО КУЛАМ БЕШЕМ ГАШЕМ ЛИ АВДОШ ХЕМ ЭХАД Чтобы все служили ему одним плечом дословно, единодушно. МЕ ЭВЕР ЛИ НАХА РЕЙ КУШ АТАРАЙ БАТ ПУЦАЙ ЙОВИЛУН МИНХАТИ Те, кто живут за реками Куша, то есть Эфиопии, АТАРАЙ БАТ ПУЦАЙ Это какие-то места, видимо, принесут мне МИНХУ, ДАР. БАЁМ ГАГУ НЮЛО ТИ ВОШИ МИКОЛЬ АЛИ ЛОТАИХ В этот день ты не будешь позорить себя своими делами. АШЕР ПАШАТ ПИ То, что бунтовало против меня. Теперь уже к еврейскому народу обращение. КИАЗА СИРМИ КЕРБЕХ АЛИ ЗЕЙГА АВАТЕХ Я уберу из тебя твои высокомерные радости. ВИЛО ТОСИФИ ЛИ ГАВА ОД ВНА БЕГАР КАТШИНИ Будь ты больше гордиться в моей святой горе. ВИИШАР ТИБЕКЕРБЕХ АМ АНИ ВАДАЛЬНУ Я оставлю среди тебя как раз народ скромный и бедный. ВИХАСУ БЕШЕМАШЕМ Вот они будут полагаться на Всевышнего. ШЕРИТ ИСРАИЛЛО Я СУ АВЛА ВИЛОИ ДОБРУ ХАЗАВ Это очень известный стих. Его используют в том смысле, чтобы не обманывать, даже когда это не по букве закона. Например, человек обещал что-то, если не было мамыш транзакции, не было киньяна, или как будто, например, человек нанял, скажем, МОГЕЛ, а потом хочет другому дать эту позицию, но это будет нечестно, несправедливо, но это будет нечестно, несправедливо, но это не к первому. Так используют этот стих. Остаток Израиля не будут делать, не поступать несправедливо, АВЛА не будут делать несправедливости, ВИЛОИ ДОБРУ ХАЗАВ не будут гать злжи, ВИЛОИ МАЦЕБИ ВИЕМ ЛАШОН ТАРМИД, в их устах не найдется язык обмана, КИХЕМА ЕРУ ВИРАВЦУ ВИЕН МАХАРИТ. Они будут спокойно пастись, они опять сравниваются с Останом Всевышнего, будут спастись спокойно, никто их не потревожит. РАНИ БАТ СИОН ХАРИУ ИСРАЭЛЬ, ПОЙ ДОЧ СИОНА ЛИКУЙ ИЗРАЭЛЬ, СИМХИ ВИАЛИЗИ БИХОЛЕВ, РАДУЙСЯ ВЕСЕЛИСЯМ СЕРДЦЕМ БАТ ИРУШАЛАЕМ, ДОЧ ИРУСАЛИМА, ХЕСИР ГАШЕМ МИШПАТАЕК, ВСЕВЫШНИЙ ОТМЕНИЛ ТВОИ СУДЫ, ПИНА ОЙ ВЕХ, УБРАЛ, ПРОГНАЛ ТВОГО ВРАГА, МЕЛАХ ИСРАЭЛЬ, ХАШЕМ БИКИРБЕХ, ЦАРЬ ИЗРАЭЛЬ, ВСЕВЫШНИЙ СРЕДИ ТЕБЯ, ЛО ТИРЬИ РА ОТ, НЕ БОЙСЯ БОЛЬШЕНЬ ЗЛА, БАЙОМ ХАХУ В ЭТОДЕЙ, ЯМЕР ЛИИРУ ШАЛАЕМ, БУТ СКАЗНО ИРУСАЛИМУ, ПУСТЬ ТВОИ РУКИ НЕ ОСЛАБЕЮТ, ПУСТЬ НЕ ОПУСКАЮТСЯ ТВОИ РУКИ, ТАГУ МЫ СКАЛИ ПО-РУССКИ, ХАШЕМ БИКИРБЕХ, Всевышний ТВОЙ БОГ СРЕДИ ТЕБЯ, ГИБОРЬ ЙОШИЯ, Он СИЛЬНО И СПАСАЕТ, Он, БУТ РАДОВАТСЯ СВОЕЙ РАДОСТИ, ЯХАРИШ, БЯХАВАТО, МОЛЧАТЬ БУТ СВОЕЙ ЛЮВВИ, ЯГИЛЬ АЛАЙХ БЕРИНА, БУЕТ РАДОВАТСЯ, ЛИКОВАТЬ НАСЩЁ ТЕБЯ ПЕСНИЙ, НУГИ МИМОЭД, Это очень сложный стих, Его Хазали используют в смысле человека, который пропустил возможность вовремя помолиться, что интересно, да, они используют это в трактате Барахот, например, если человек Мусаф молит слишком поздно, или Минху, НУГИ МИМОЭД, но что имеет в виду простой смысл стиха, они используют частично Таргум, чтобы понять его, но, в общем, стих очень сложный, и слова здесь не очень понятны, давайте попробуем его перевести, НУГИ МИМОЭД, АСАВТИ МИМЕХ ХАЮ, МАСЭТ АЛЕА ХЕРПА, Арамейский переводчик, да, здесь Таргум Йонатан говорит так, ДИХАВО МИАКВИН БИХ ЗИМАНЕЙ МОАДАЕХ, Те, кто среди тебя пропускали, да, МИАКВИН, времена праздников, АРХЕКИТ МИНАХ, Я ОТДАЛЮ ОТ ТЕБЯ, ВАЙ АЛЕЙГОН, ОЙ ИМ, АЛЬДЕХАВУ НАТЛИН, ЗИЯНЕЙГОН, ЛИКАБЛЕХ, УМИХАЗДИН ЛИХ, ОЙ тем, кто брали против тебя оружие, и перевод слова ХРПА, МИХАЗДИН ЛИХ, они тебе, позорили тебя, но вот этот перевод по-арамейски тоже может быть НИПШАТ, непростой смысл стиха в данном случае, в случае не единственный возможный простой смысл. НУГЕЙ, Ибнезер считает это слово ЯГОН, расстройство, печалящиеся, да, видимо, о праздниках, Я СОБЕРУ, Я СОБРАЛ из твоей среды. И дальше МАСЭТ, АЛЕГА ХЕРПА, НА НИХ НОША ПАЗОРА, ХИНЫНИ ОСЭТ, КОЛЬ МАЯНАИХ ПАЭТАГИ, ВИГОШАТИ, ЭТ ГАЦОЛЕА, ВЯНИДАХАТ, да, теперь уже про спасение в будущем, что вот я уничтожу всех мучающих тебя в это время, и спасу тебя, спасу, так сказать, хромающее, да, еврейский народ, видимо, сравнивается с хромающим ВИГАНИДАХА, и тех, кто отвергнуты, далеко находятся, АКОБЕЦ, СОБЕРУ, да, выражение, АКОБЕЦ НИДАХИМ, да, разумеется, оно часто встречается у нас также в молитве, да, МИКОБЕЦ НИДХЕЙ, АМОЙ ИСРАЭЛЬ, СОБЕРУ, АКОБЕЦ НИДАХИМ, ВИСАМТИМ ЛИТХИЛА, СДЕЛАУ ИХ ВОСХВАЛЕНИЕМ, ВИЛИШЕМ, да, И у них будет имя, ВИКОЛЬ АРЭС БАШТАМ, в той земле, где у них был до этого, видимо, БОШЕТ, да, ЭРЭС БОШТАМ называется, да, земля, где они раньше были посрамлены, теперь, наоборот, во всей земле посрамления будут они славными, ТЕХИЛА, да, ВОСХВАЛЕННЫМ, БАЭТ ХАГИЯ ВИЭТ ХЕМУ, БАЭТ КАВЦИЭТ ХЕМ, последний стих, как вы знаете, мы произносим каждый день в утренней молитве, в первой части молитвы, после короткого ШМА, в те дни, я соберу, я приведу вас, ВАЭТ КАВЦИЭТ ХЕМ, когда я соберу вас, КИЯ ТЭН ЭТ ХЕМ, БИШЕМУЛИ ТИГИЛА, БИХОЛЯ МИАРЭС, я сделаю вас именитыми, да, слово ШЕМ, имя даю, дам вам, и ТИГИЛА, восхваляемыми, прославляемыми, среди всех народов земли, БИХОЛЯ МИАРЭС, ВИШУВЯ ШВУТЕЙ ХЕМ, ЛЕНЕХЕМ АМАРАШЕМ, когда возвращу ваших пленников, вот такой вот пророк, как вы видели, вроде ничего конкретного почти, да, сначала описывается разное наказание, оно заканчивается на хорошем, что Всевышний соберет нас, и так, вместо того, чтобы нас издевались над нами, и срамили нас, мы будем, наоборот, восхваляемыми, и прославляемыми, среди всех народов. И на этом мы сегодня закончили с вами Цифанию, и следующий, как я сказал, у меня по плану, следующий пророк, это ХАБАКУК. Урок вы сейчас, это ХАБАКУК.